На днях стало известно, что идущая на поправку Елизавета II намерена устроить полноценный рождественский ужин с близкими в своем доме в Норфолке. В прошлом году традицию пришлось нарушить из-за пандемии правил социального дистанцирования. На этот раз королева настроена решительно и ждет за большим столом любимых детей и внуков. Правда, пока доподлинно неизвестно, где и как собираются отметить Рождество принц Уильям и Кейт Мидлтон вместе с их тремя детьми. Для герцога и герцогини кембриджских этот праздник не всегда ассоциировался с радостными эмоциями. В самом начале своих отношений в 2006 году между будущими супругами произошел серьезный конфликт именно в канун Рождества. Принц Уильям, как обычно, намеревался провести праздничный день в Сандрингеме, а затем приехать на новогодние каникулы к семье Мидлтон. Однако в последнюю минуту поменял свои план и оставил Кейт в одиночестве на Рождество и на Новый год. Об этом вспоминает королевский биограф Кэти Никол. Она также отмечает, что для принца Уильяму это решение казалось несерьезным, в то время как у Кейт были веские причины для беспокойства насчет будущих отношений с внуком королевы. Этот инцидент надолго выбил ее из колеи. Мидлтон провела каникулы в слезах. У Уильяма были сомнения, и он сел со своим отцом и бабушкой, чтобы откровенно обсудить свое будущее с Кейт. Оба посоветовали ему ни с чем не торопиться, добавила Кэти Никол. Спустя несколько недель, в 2007 году Кейт Мидлтон и принц Уильям ненадолго расстались. Королева была разочарована разрывом. Правда, раскол оказался недолгим. Вскоре Уильям и Кейт были замечены целующимися на одной из вечеринок, а все выходные они стали проводить вместе в Кларенс-хаусе. В начале этой недели Кейт побывала в Глазго на международном саммите Коуп-26. Но герцогиню заметили еще задолго до официального мероприятия, когда она шла с приоткрытой сумкой по центральному вокзалу. На случайной фотографии от твиттер пользователя герцогини Кембриджская была замечена в той же одежде, в которой она позже появилась на встрече со скаутами. Удивительно, что по пути на конференцию по изменению климата супруги выглядели непринужденно и ничем не отличались от других пассажиров. Многим было бы интересно узнать, что именно Кейт Мидлтон берет с собой в дорогу и без каких вещей ей сложно представить свою поездку. Сегодня мы готовы приоткрыть завесу тайны и рассказать чуть больше о содержимом ее дорожной сумки. Если верить книге Кейт, биография, то герцогиня всегда берет с собой небольшое зеркальце, матирующие салфетки, носовой платок и бальзам для губ. Все мы знаем о любви герцогини к фотоискусству, поэтому если в сумке есть место, то она всегда берет с собой любимый фотоаппарат. Во время последнего визита королевская пара приготовила вегетарианские гамбургеры, отремонтировала велосипеды и помогла восстановить травянистый берег в парке Александра в Денистоуне. Семинар был частью международной кампании «Обещание планете», цель которой научить 57 миллионов скаутов вести более экологичный образ жизни. Эдди О'Рурк, который поддерживает скаутские группы в Глазго и Ланаркшире на должности окружного комиссара, рад примеру супругов. «Они стали настоящим вдохновением для всех тех, кто упорно работает, чтобы внести изменения в защиту планеты», — сказал он. А на встрече с мировыми лидерами герцогиня блистала в элегантном платье синего цвета от бренда Эпонины, стоимостью в 234 тысячи рублей. К нему красавица подобрала лаконичные лодочки и небольшой клач под цвет своего образа. Не так давно представители Букингемского дворца сообщили о госпитализации Елизаветы II. Ее Величество посетило больницу для обследования, вскоре после чего вернулась во дворец. И хотя сейчас, как сообщается, жизни королевы ничто не угрожает. Здоровье монаршей особо по-прежнему беспокоит ее ближайшее окружение. Дело в том, что королева не следует предписаниям врачей о соблюдении покоя и продолжает потакать своим вредным привычкам. По словам придворного источника, перед сном Елизавета II отдает предпочтение просмотру телевизора и до ночи обсуждает шоу со своей ближайшей помощницей, Мэйбл Андерсон, бывшей няней наследников. По данным The Times, королева большая поклонница драмы BBC «Линия долга» и не может себе отказать в просмотре новой серии. Личного секретаря монаршей особы Сэра Эдварда Янга призвали быть безжалостным и освободить ее величество от любой нагрузки, которая не повлияет на ее королевские обязанности. Нашумевшее интервью принца Гарри и Меган Маркл Опри Уинфри до сих пор анализируют и раскладывают на кадры и цитаты мировые эксперты из разных областей. Недавно один из специалистов по изучению языка жеста сделал неожиданный вывод. В то время как некоторые критики утверждали, что герцог Сасекский во время беседы с популярной телеведущей выглядел достаточно грустно. Эксперт по невербальному общению заявил, что у Гарри были совсем другие эмоции. Эксперт разглядел, что жест, который принц Гарри сделал в конце интервью, демонстрирует не печаль или разочарование, а хорошее настроение и даже радость. Вы будете удивлены тому, как могут проявляться реальные эмоции человека, когда он уверен, что камеры отключены. Гарри и Меган не исключение, заявил эксперт по языку жестов Хисус Энрике Россос на своем YouTube-канале. В финале интервью принц Гарри неосознанно показал свои истинные чувства и эмоции. Россос отметил, что герцог Сасекский расплылся в улыбке, когда пошли титры, а потом осекся и продолжил изображать печаль. Эксперт по языку тела также отверг аргумент, что Меган заставила Гарри дать это интервью. Говорить, что Гарри был вынужден пойти на это не имеет смысла, стал бы он тогда смеяться в конце. Хисус утверждает, что проведя системный анализ поведения внука британской королевы во время беседы с опро и после, он понял, что Гарри постоянно контролирует свои действия. Специалист уверен, что принц получал удовольствие, разоблачая королевскую семью. Итак, в самом конце интервью Гарри показал свое истинное лицо, выражающее радость, а затем вспомнил. Что должен выглядеть серьезно и печально, и мгновенно скорректировал свои эмоции, подытожил Хисус Энрике Россос. Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в конференции Коуп-26 в Глазго. Основной темой в этом году стала экологическая обстановка, и герцог Кембриджский просто не мог пройти мимо. В рамках собрания был организован специальный прием для финалистов премии Иртшот Прайс. Позже Уильям и Кейт поделились некоторыми фото со встречи в своем официальном инстаграм-аккаунте. Пока одни пользователи оставляли слова поддержки в комментариях, другие обратили особое внимание на один из кадров. На нем герцог и герцогини приветствовали гостей. При этом фотограф выбрал план со спины, из-за чего снимок приобрел поразительное сходство с фирменным стилем супругов Сасекских. Принц Гарри и Меган Маркл часто фотографируются, отвернувшись от камеры, и в глазах публики данный ракурс уже четко ассоциируется с их парой. Все это может быть простой случайностью, однако если речь идет о Фэпфор, великолепной четверке, сравнения неизбежны. Ранее кембриджские публиковали закулисные снимки с основной церемонии Иртшот Прайс. И здесь не обошлось без параллелей с Гарри и Меган. Черно-белое оформление, репортажный стиль, непринужденное взаимодействие в кадре – чего-то подобного можно было бы ждать от более раскованных сасекских, но не от их консервативных родственников. Впрочем, Уильям и Кейт сейчас активно работают над своим личным брендом, и, вероятно, нам еще предстоит узнать эту пару с новой стороны. Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с принцем Чарльзом и герцогиней Камилой минувшим вечером посетили прием в честь победителей и финалистов премии Иртшот Прайс, учрежденный при непосредственном участии герцога Кембриджского. Мероприятие прошло в шотландском городе Глазго в рамках Коуп-26, ежегодной конференции Организации объединенных наций по вопросам глобального изменения климата. Стоит ли говорить, что все внимание журналистов было приковано не только к главной повестке встречи, но и к чете кембриджских, которые в последнее время все чаще появляются на публике вместе, взяв на себя исполнение практически всех основных королевских обязательств. Кейт Миддлтон появилась на приеме в небесно-голубом платье-пальто и в темно-синих туфлях на высоком каблуке. Несмотря на приверженность герцогине принципам осознанного потребления, поклонники отметили, что в этом наряде она появилась на публике впервые. Платье из весенне-летней коллекции 2020 года бренда Эпонины стоит около 2400 фунтов стерлингов, около 233 тысяч рублей. А вот любимые туфли от британского дизайнера Руперта Сандерсона за 425 фунтов, около 41 тысячи рублей, Кейт надевала не менее 10 раз. В том числе на службу в честь Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве в 2017 году и на ужине с Бараком Обамой в Кенсингтонском дворце в 2016 году. Свой образ герцогини Кембриджская дополнила ослепительными бриллиантовыми серьгами и значком в виде мака в преддверии Дня памяти павших в Великобритании. После церемонии пара поделилась своими эмоциями в Инстаграме. Замечательно наконец лично встретиться с финалистами Эрдшот Прайс. На этой неделе на Коуп мы продемонстрируем их невероятные инновации для восстановления нашей планеты. Финалисты решеткой Эрдшот Прайс также встретятся с членами Глобального Альянса премии, некоторыми из крупнейших мировых корпораций. Филантропами, которые окажут беспрецедентную поддержку лауреатам премии, чтобы помочь масштабировать их решения. Также стоит отметить, что раньше по протоколу на подобные мероприятия принц Уильям и Кейт Миддлтон выходили вместе с принцем Гарри и Меган Маркл. Когда-то королевский квартет даже прозвали Фэб-Фор или Великолепной Четверкой. Теперь же место опальных герцога и герцогини Сасекских занимают принц Чарльз и герцогини Камила. Елизавета II в этом году посетить Коуп не смогла по состоянию здоровья. Ее Величество вынуждено было отменить все свои ближайшие мероприятия, и в соответствии с рекомендациями врачей она теперь работает исключительно онлайн.